Окей, хорошо, отлично. Теперь люди, у которых есть сетевого опыта. Теперь поднимите руки у кого нет сетевого опыта. Хорошо, мне так просто проще понять. Отлично. Когда я познакомился с 8 шагами успеха, я осознал для себя, что я сделал все шаги, кроме одного. Один шаг до сих пор не выполнил. Я как раз после этого семинара, который я закончил, сразу буду его активно-активно выполнять. Итак, 8 шагов успеха. Музыку, наверное, можно выключить. То есть первые шаги – построение мечты. До перерыва об этом подробно разговариваем. Построение мечты – это очень важно. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно иметь мечту. Построение мечты мы делим здесь на 4 пункта. То есть мечты и желания. Для того, чтобы ваши мечты и желания были сильными, у вас должен быть голод, желание. У вас должна быть сила, чтобы добиться этой мечты. Вы должны представить себе идеальную жизнь. С чего вы хотите в жизни, как вы хотите жить, что вы хотите иметь, что вы хотите делать. Представьте себе это четко. Откройте глаза. Осознайте, что вы главный герой своей жизни. Никто за вас не будет жить в вашей жизни. Жизнь нам дана один раз. Мы живем ее сами. Мы сами на 100% ответственны за свою жизнь. Соответственно, вы главный герой. Вы директор, вы режиссер, вы сценарист. У вас даны инструменты, вы используете то, что у вас есть. И, соответственно, находите новые инструменты для того, чтобы добиться вашей цели. Цель. Очень важно. Далее идет постановка целей. Люди ставят цели по-разному. Кто-то сразу говорит, я буду передал мастерам. Я цели ставлю более близкие. То есть где-то там, где я не против стать им передал мастерам, но вначале я ставил ближайшую цель. Месяц я властью продаж. Моя сейчас цель, я хочу, чтобы на открытие в августе в нашей команде было минимум 20 после вот продаж. Это моя цель ближайшая. У меня есть цели примерно на полгода вперед. Я не заглядываю далеко в будущее. У меня примерно там есть чего-то я хочу, желаю, но у меня есть ближайшие цели. Мне так проще. То есть вы должны ставить цели себе так, как вы, как вам комфортнее. То есть если вам комфортно ставить ближайшие цели, как, допустим, мне, отлично. Если вам комфортнее ставить цели империал мастер, хауэлл мастер, 200 тысяч долларов в месяц, ставьте такие цели. Далее идет визуализация. Вы представляете, как вы добиваетесь этой цели. И, соответственно, приступаете к действиям. Построение мечты – это первый шаг успеха. И без него, без вот этого желания очень сложно чего-то добиться. Потому что все начинается с желания. Прежде чем что-то появилось, оно было кем-то придумано. У кого-то появилось желание это создать. Даже эта аудитория, вот этот микрофон, все, что вы видите перед собой, было кем-то создано. Поначалу оно было кем-то представлено, визуализировано. Было расписано, как все это будет сделано. И, соответственно, теперь это реальность. Прежде чем что-то стало реальностью, оно было чем-то желанием, чем-то воображением. Второй шаг – это перемены. То есть нам нужно что-то менять, чтобы добиться нашего успеха. То есть нам нужна цель и устремленность. Опять-таки все начинается с желания. С такого горящего желания. Чем сильнее ваше желание, чем больше ваш голод для того, чтобы достичь вашей цели, тем длиннее и тем быстрее вы добьетесь успеха. Следующее, что необходимо, это позитивность. Потому что люди сталкиваются с проблемами. Практически все люди сталкиваются с проблемами, с неудачами. Но во что превратится эта неудача или этот провал для человека, он решает сам. То есть это может быть тупиком. То есть это может быть отчаянием, когда падают руки, все, человек дальше ничего не делает. Либо это может быть уроком. Это может быть таким барьером, через который человек перешел, сказал, окей, я понял свой урок, двигаемся дальше. Давным, давно, наверное, лет 10 назад, для меня это очень давно, я услышал вот такую фразу, что мышление у людей из Союза и у людей, допустим, из Америки, очень разное. Если человек из Союза скажет, что я потерял все свое состояние, 10 миллионов долларов, то все его будут жалеть. Говорят, ой, барь, как тебе жалко. Если американец скажет, что я потерял 10 миллионов долларов, то им у людей скажут, вау, супер, это был такой экспириенс, это был такой опыт, ты столько научился, потому что чем больше человек теряет, тем больше он может приобрести. То есть это все от отношения, от нашей ментальности, как мы относимся к вещам, как мы относимся к проблемам. К чему я это говорю? К тому, что не может быть так, что 100% людей будут идти за вами. То есть вы будете предлагать людям, рассказывать, ну, если такое будет, то это супер, вы супермен. Но люди будут отказывать. И то, что люди отказывают, это не проблема, это естественное явление. И по статистике у самых успешных сетевых агентов, можно так угадать, да, успех составляет примерно 25%. То есть 3 человека из 4 по статистике отказывают, 4 соглашается. И когда отказывает вам первый человек, ваша ментальность позволяет вам решать, как вы с этим будете работать. То есть вам отказали, что делать? Расстроиться, отпустить других, больше ничего не делать. Или понять, если статистика работает, а статистика работает практически всегда, то вам сказали нет, значит вам осталось еще 2 нет. 2 раза вам еще скажут нет, и потом будет да. Идете к следующему человеку, рассказываете, он говорит нет, супер, осталось всего 1 нет. И так далее. То есть здесь все зависит от вашей ментальности. Следующее, естественно, это действие. То есть у вас есть ментальность, вы позитивны, вы действуете. Я восхищаюсь людьми, которые следуют вот этой схеме, мне вот этому нужно еще научиться. Потому что вот именно действия активные в приглашении, в этом признаемся, что мы немного слабованы. То есть у нас позитивность, мы желаем людям добра, и наши действия, это именно обучение. Соответственно, вы выбираете те действия, которые доступны вам. Следующее, это делиться опытом. Для того, чтобы добиться перемен, вы делитесь своим опытом, который вы приобрели. Третий шаг. Так, вот правило трех нет. Получается, если один человек говорит нет, 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 то четвертый скажет да. Если вы получаете ответ положительный чаще, то значит, ваш уровень выше среднестатистического. Значит, вы все делаете супер. Так, четвертый шаг, это составление списка. Это очень важный шаг, который как раз таки мы пропустили. То есть вам нужно составить список всех людей, которых вы желаете добра. То есть этот список ваших знакомых, ваших близких, ваших друзей. По-канглийски говорит, что в среднем у каждого человека этот список состоит из 250 человек. Сколько человек примерно приходит на мероприятия, на свадьбы, на большие и крупные семейные мероприятия. То есть это ваши знакомые, это ваши близкие и друзья. Составить список. И не нужно свой список ограничивать. Не нужно дискриминировать. Думать, что вот этот человек не захочет делать бизнес. Я ему ничего не буду говорить, тратить свои силы. Этот, ну, он заинтересуется, может быть, только в косметике. Расскажу только про косметику. То есть не нужно решать за других людей. Одна из самых больших ошибок, это принимать решения за других. Не принимайте решения за других. Потому что в азме бывают, случаются такие неожиданные вещи, который человек, на которого вы совсем не ставили, в который вы думали, что не заинтересуются, в котором меньше всего вы уверены, может оказаться вашим самым главным лидером. Потому что, возможно, как и я, этот человек, искал что-то всю жизнь и не знал, что ищет. Именно такое у меня было сознание, когда я знакомился с этой системой. Я сидел в 5 часов утра вот с такими глазами и думал, блин, я же всю жизнь искал вот этот инструмент. Инструмент, в помощь которого я смогу добиться всех своих желаний. Дальше идет расширять свой список. Когда мы проработали свой список, вот, допустим, 250-500 человек, не знаю, как он у нас, большая ошибка, когда люди думают, что все, список закончился. Многие растягивают свой список, потому что думают, когда у меня закончится список, что я буду делать дальше. Это ошибка, потому что список можно расширять все время. Мы живем в социуме, есть интернет, мы двигаемся, перемещаемся вокруг людей. Вокруг множество людей, которым вам интересно, возможно, и бизнес, и продукция, которые сразу же выслушивают вас, могут заинтересоваться, которым вы можете дать информацию. Здесь Пакангель также говорит, что очень важна скорость. Скорость, с которой вы работаете со своим списком. Скорость здесь решает, как быстро у вас выслушивается структура, и как быстро вы пойдете на оранжевый. Вы можете делать это медленно, рассказывать умным людям в день. Можете делать это быстро. Чем быстрее вы это делаете, тем быстрее идет ваша график к успеху. Так, тут у меня ошибочка небольшая. Это третий шаг. Составление списка. И четвертый шаг делиться видением. То есть, это то, чем я занимался первые два часа нашего семинара. То есть, я рассказывал о компании, я рассказывал о маркетинг-плане, я рассказывал об идеологии. Почти как компания была создана. Какие были идеологии, какие были идеи. То есть, вы делитесь видением. Здесь рекомендуют всем желающим добиться успеха найти любимый продукт. Когда вы делитесь видением, одного видения недостаточно. То есть, недостаточно только мысли о деньгах. Здесь мастера признавают уже быть выше денег. Если вы нацелены на успех, не думайте только о деньгах. Думайте о людях. Думайте о продукции, о выгоде, которую люди могут получить. Почему? Одна из причин. Почему я так загорелся атомой? Потому что с момента, как мы начали пользоваться продукцией, жизнь стала улучшилась. Помимо финансовой стороны. Мы стали джиной спать лучше, засыпать быстрее, просыпаться легче, высыпаться в целом лучше. И весь день чувствую себя здоровее. Две хронические болячки, которые меня мучили из подросткового возраста, они исчезли. Это стоматит и мигрени. У меня были жуткие головные боли, периодические зазрения. И мне все врачи говорили, с этим нужно жить. Либо нетрадиционная медицина и головокалывание, либо терпи. То есть я закидывался обезболивающими, и каждый месяц у меня были вот такие приступы, когда нужно было просто терпить. Но, банально, химохим и лютвина для глаз решила эту проблему. Зубная паста решила проблему со стоматитом, от которой тоже никак не мог избавиться. Возможно, химохим тоже там сыгрался в угрозе. Итак, вы находите любимый продукт. Находите продукт, в котором вы уверены на сто процентов. И вы можете как бы рассказывать об этом продукте, либо помогать людям так же находить любимый продукт. Потому что не может быть такого, что среди вашего окружения какой-нибудь человек не смог найти во всем ассортименте атомный продукт, от которого он не получил выгоду. И финансовую, и качественную, и результат. то есть наверняка он сможет найти такой продукт, который он уже покупает где-то. И где-то покупает уже дороже. И качество там еще будет похуже. А здесь он может покупать напрямую, по официальной цене, без никаких накруток. Привезут, и он получит выгоду. То есть вы, по большому счету, ваша работа заключается в том, что вы делитесь хорошими новостями. То есть это основная работа. Делиться хорошими новостями. Слушай, у меня есть хорошие новости. В Акадагстане открывается новый интернет-магазин. То есть он уже открыт в России, и вот с июля месяца он будет работать и на Казахстане. Качественная продукция высшего класса, которая изглитаривается на лучшем заводе в Корее. То есть здесь как рассказывать о компании зависит, конечно, от того, с кем вы разговариваете. Вам нужно понимать, как человеку лучше подойти. То есть если это человек, который имеет опыт в сетевом бизнесе, можно, в принципе, начать разговоры таким образом, то, что заходит новая сетевая компания в Лучной Корее, которая имеет темпы роста во всех странах от 40 до 60% ежегодно на протяжении последних 10 лет с момента создания. Темпы роста только наращиваются и может, возможно, быть, 4 первых. То есть сетевик уже заинтересуется. А когда дальше начнет изучать, он влюбится в эту компанию. Если человек, который не имеет опыта сетевом или который есть негативный опыт сетевом, можно зайти по-другому, рассказать про продукцию, рассказать про идеологию компании, рассказать про видение. Так. Следующий шаг. Пятый шаг. Знакомить с планом. То есть план в компании. С чего он состоит? То есть это знакомство с компанией, то есть это знакомство с продукцией, это заработок, это видение. То есть это как раз еще раз вот это на самом деле то, что я рассказывал в первой части 2 часа. То есть вы знакомитесь с компанией, рассказываете, что это за компания, вы знакомитесь с продукцией, даете информацию о продукции, вы объясняете, откуда здесь берутся деньги и делитесь сведением компании. Таким образом, человек становится вашим партнером. В Атоме на самом деле, как мне кажется, процент отказов гораздо меньше, чем 75%. Потому что люди, которые к нам обращались, когда мы им объясняли, что от регистрации они ничего не теряют, а наоборот приобретают. По-моему, из 10 человек только один отказывался. Все регистрирулись, потому что регистрация бесплатная, нет никаких минусов, нет никаких рисков, почему бы и нет. Но те регистрируются на всякий случай. То есть главное донести до человека, достучаться за него, чтобы он вас выслушал. Следующий очень важный пункт – держать контакт. Допустим, вы зарегистрировали человека. Возможно, он что-то купил, может быть, ничего не покупал. Рекомендуется в течение 48 часов связаться с ним, узнать, как у него дела, есть ли какие-то вопросы, может быть, он что-то недопонял, понравилась ли ему продукция. Обязательно держать контакт с человеком. Недостаточно зарегистрировать человека и оставить его на проявлок. Потому что у человека может быть какое-то недопонимание. Возможно, он получил продукцию и неправильно ей воспользовался. Возможно, у него были какие-то некорректные ожидания, либо неполные знания. Возможно, различные ситуации. Возможно, родственник какой-то сказал ему, что ты занялся не тем, чем нужно. Много может быть ситуаций. И если эти ситуации, все эти вопросы завершить в течение 48 часов, то можно избежать дальнейших последствий. А если пройдет уже некоторое время, то уже будет гораздо сложнее разговаривать с человеком. То есть держите контакт обязательно. В наше время держать контакт с людьми очень легко. То есть есть мобильная связь, есть интернет, множество социальных сетей. Сейчас как никогда не ходят лежать контакт с людьми. Мы, находясь в Корее, работали практически 100% на Казахстане. Мы ни с кем не имели возможности встретиться. Мы ни с кем не имели возможности встретиться и объяснить все, как есть мы. Работали только через интернет. То есть используйте те возможности, которые у вас есть. Следующее – это обучать и помогать. Это то, чем мы усердно занимаемся. Я рекомендую так и всем разобраться в системе. Это невозможно сделать с первого раза. Невозможно это сделать послуху. Это нужно все прокрутить через себя, через свою систему. Пропустить. Рассмотреть, как все это работает. Расписать. Делать заметки. Задавать вопросы. Когда вы будете углубляться в систему, у вас будут появляться вопросы. У вас будут появляться хорошие вопросы. Задавайте их своему спонсору. Даже если ваш спонсор не сможет ответить на эти вопросы, вышестоящийся радостно ответит и поможет вам. Ищите вопросы и находите на них ответы. Когда вы сами сможете уже пропустить через себя всю систему, когда вы поймете, как все это работает, вы сможете объяснить это людям. Ответить на любые вопросы. И люди сами будут к вам тянуться. Потому что люди ищут чаще всего тех спонсоров, у которых есть ответы на вопросы. Поэтому обучайтесь, обучайте и помогайте. Последний шаг – это дубликация. Закон притяжения. Тоже слышали о нем до перерыва? Дубликация, она работает. Потому что обычно человеку тянутся в подобные. То есть к спонсору тянутся люди, которые потом дубликают.